Поселок Зеленый пора переименовать в поселок Синий, так как отопительный сезон только начался, а многие люди уже начинают замерзать. Платить за такие услуги они не хотят, но, по их словам, деваться некуда. Еще четыре года назад Михаил Петрович устал замерзать в своем доме и отказался от услуг по отоплению. Установил электрорадиаторы и жил себе спокойно, пока не пришла абсурдная квитанция. Долг в размере 20 тысяч рублей, за отопление которого не было. Возмущенный житель тут же обратился к директору ТГК и встречу с ним он запомнил надолго. Одна там сидит, тоже юристка молодая совсем, она говорит, будете платить, все, ничего не знаю. И он так же. И постоянно смотрит на часы, мол, ему некогда с нами разговаривать, он же слуга народа, ему с народом некогда разговаривать. У него часы для оружия моей квартиры, я посмотрел на это. Все, будете платить. Я сразу сказал, это жекет на государственном уровне идет. Заставляли платить, ссылаясь на какое-то новое постановление. Мол, если дом многоквартирный, платят все. И неважно, пользуются ли потребители услугами или нет. Как итог, за эти несуществующие долги мужчине отключили еще и горячую воду. Все, в принципе, она мне и не нужна, потому что с ТГК 14 даже дел не хочется иметь. Я лучше поставлю себе водонагреватель на холодную воду и буду обогреваться, потому что даже горячая вода, когда она и была, ее надо минут 10 пропускать, чтобы она пошла горячая. С каждым годом терпение иссякает и у соседей, ведь спать им приходится, не снимая теплых вещей. У меня жилетка в три нитки связана. Я купила бурятские такие вот, типа яичаги, что-то вот такое вот. Носочки меня пуховые, я в них сплю. У меня пижама с начесом, потому что это, спать так ложимся. При звонке в ТГК 14 они аргументируют тем, что отопительный сезон с 17 по 27 число, поэтому пока ждите. Ну, до сих пор ждем уже на дворе октябрь, а батареи как были холодные, так и есть. Потом уже мы жаловались, жаловались, они приходили, делали замер температуру в комнате. Потом нам писали ответ, что это нормально, поживите в таких условиях, если это нормально, сами попробуйте. Тем временем Михаил Петрович готовит обращение в суд. И на его примере другие жители также задумались о расторжении договоров с ТГК 14, так как нервные клетки куда дороже сомнительных переплат. Главное, чтобы долги списали, да? Да, мне надо, чтобы не только долги списали, мне надо, чтобы они про меня вообще забыли, про нашу квартиру, чтобы нету меня с ТГК 14 и меня нету вообще до них, не существую. Чингис Ачиров, Баир Козлов, телекомпания АТВ. Продолжение следует...